Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарей по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим о жирующих побегах. Почему они появляются, а в этом сезоне жирование винограда может стать реальной проблемой. Чем это опасно и как этого избежать. В этом сезоне многие виноградари могут столкнуться с жированием. Почему? Причина кроется еще в прошлом сезоне. Из-за короткого вегетационного периода, из-за плохой осени. Наши лозы могли плохо вызреть, плохо перенести зиму. И сейчас начинают расти от корня, от головы куста. И в общем-то часто выгоняют жирующие побеги. Через пару минут я покажу как это выглядит. Вторая причина это весна. Майские морозы также внесли свои коррективы, подморозили многие почки. И соответственно мы получаем ту же картину. Когда у нас побегов мало, не обязательно они идут от корня. Они могут быть где-то и на плодовых стрелках. Но тем не менее побегов мало и они тоже могут жировать. Чем опасно жирование? Тем, что такие побеги в дальнейшем плохо вызревают. Плохо в них закладываются цветочные почки. И соответственно мы можем столкнуться с низким урожаем. Опять же с плохой зимовкой в следующем году. Напугало? Нет, не пугайтесь. На самом деле все решаемо. Сезон только начинается и при грамотной работе у нас все получится. И мы придем с хорошо вызревшей лозой к осени. И в следующем сезоне у нас также все будет хорошо. Ну а теперь смотрим как это выглядит на самом деле. И говорим о том, что с этим делать. Вот смотрите. Пример. У нас плохо вызрела лоза в прошлом сезоне. И вот у нас здесь побегов. Ну вот один этот толстый. Обратите внимание. Толщина уже с палец. Ну и здесь вот несколько тоненьких. Причем на этом толстом побеге даже есть гроздочки. Вот это побег явно жирующий. Вот смотрите. Рядом ровно такая же история. Он чуть-чуть меньше. Но все равно вот так. И здесь было то ли подмерзло по весне, то ли что. Но тут какое-то недоразумение. Вот такое можно нежели убирать. Оно не будет развиваться. Ну вот здесь какой-то побежек. Этот мы конечно же оставляем. Да, вот что-то там есть еще. Тоже все это оставляем. Но оно может расти на самом деле по-разному. И наша задача поработать с этими жирующими побегами. Вот смотрите. Вот этот метр у него длина. Вот как раз он уже дорос до нужной нам кондиции. Скажем так. Вот что мы делаем. Мы укладываем его в горизонт. И убираем точку роста. Верхушку. Пасынки оставляем. Сейчас все пасынки пойдут вверх. И будет получаться, что как будто бы это у нас побег прошлого года. И из него пойдут расти пасынки. Они уже у нас будут считаться как побеги этого года. И вот пасынки эти, они могут нормально хорошо вызреть. И мы их можем пустить на следующий год на плодоношение. Но иногда бывает так, что в принципе пасынки допустим не дозревают. Но вот эта лоза, она точно дозреет. И при том, что мы ей дадим нормальную нагрузку, ее можно будет оставить на плодоношение. Но еще осенью я это все конечно же буду показывать. В апреске, во всем остальном. Сейчас вот мы переводим рост на пасынки. Таким образом мы нагружаем кост. Даем ему возможность нормально расти, нормально развиваться. Вот этот чуть поменьше. Пока его даже изогнуть неудобно. Наша задача еще и не сломать. Подождать, чтобы немножко подрос. Но я думаю, что с недельку. И сделаем с ним ровно то же самое. Вот здесь пока что поздновато пробудился. Вот смотрите, были у нас лозы. И по осени они нормально были вызревшие. Более того, я весной их обрезала, когда подвязывала. И они были зеленые. Но вот чуть-чуть где-то недозрение было. Вот оно вроде сохранилось до весны. Но сейчас это все сухое. И вот опять же от корня идет такой... Это уже тоже видно, что он будет жирующий побег. Немножко подрастает. Все, делаем то же самое. Вот здесь тоже, смотрите, таких побегов много. Вот они все жирующие. Вот тут прям практически весь куст жирующий. Ну да, есть вот такие вот потоньше. Но вот этих вот толстунов, вот. Вот их много. Буквально еще немножко с недельку ждем. Все раскладываем в горизонт. Уже вот это вот понятно, что оно сухое, не жизнеспособное. Мы уберем и разложим всю эту зеленку горизонтально. Бояться такого явления не надо. С ним просто надо работать. Еще важно. Такие кусты мы не подкармливаем. Единственное, что можно вносить, это сульфат калия. Лучше всего под корень. И можно это начинать делать прямо сейчас. Дозировка прописана на экране. Также желательно такие кусты не поливать. Ну вот когда калий мы даем, конечно, мы его разводим с водичкой. В остальном мы не поливаем. Пусть страдают, пусть мучаются. А вот этим кустам это будет как раз таки на пользу. Ну и делаем те действия, которые я вам описала. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!